Имею сообщить вам кое-что интересное сегодня по поводу псалмов Давида, как это говорят в Одессе, за псалмы Давида хочу вам сообщить что-то интересное. Дело в том, что мы с вами, как вы, наверное, помните, в течение долгого времени с большим трудом преодолели огромный 18-й псалом Давида. В прошлый раз мы как раз дочитали его до конца, и я, в общем, изо всех сил старался сохранять интригу на протяжении всего этого псалма, не рассказывать вам одну очень важную деталь. Дело в том, что этот псалом, этот текст, огромный текст, который состоит из 51 пасука, встречается в Танахе не один раз. Я говорю, что я старался сохранять эту интригу, но на самом деле ее полностью не сохранил, потому что мы с вами учили место в Талмуре, где идет сравнительный анализ двух пасуков. Пасука из нашего 18-го псалма и пасука из 22-й главы 2-й книги пророка Шмуэля, где похожий пасук имеет место быть. Только в нашем пасуке написано хэшкат майима вишкат майима, темнота вод и толщина сводов, толщина небес, а у Пушмуэля написано хашрат майима. Какое-то странное слово хашрат. И мы, соединяя оба этих псалма, благодаря Талмуду, сказали, что надо читать не хашрат, а хахшарат, как будто кашарование. И выучили, если помните отсюда, что воды мирового океана, когда они испаряются и поднимаются наверх, они услащаются, становятся сладкими в облаках. То есть ведь не соленая же вода выпадает в виде дождей, а пресная. Как же так получается? А, вот этот круговорот воды природы, в природе связанной с океаном, соленая вода испаряется вроде как, но из облаков выпадает пресная. И вот это вот то, что наверху, на своде, в облаках, вода, соленая вода океана превращается в сладкую, что там наверху происходит вот этот мистический процесс услащения, то есть преодоление связи какой-то вещи с качеством суда и обретение этой вещью качества милости и милосердия, обретение связи с качеством милости Творца. И это то, что мы с вами учим. И отсюда мы могли бы уже догадаться, что где-то есть текст, где написано не совсем то же самое, что у нас в 18-м Салме, но что-то похоже. Так вот, в этой самой, 22-й главе, это уже почти самый конец вообще этой огромной книги, состоящей из двух частей. Первая книга пророка Шмуля, вторая книга пророка Шмуля. Это уже ближе к концу второй книги пророка Шмуля, там, где Давид произносит восхваление Творца за то, что тот, Творец, спас Давида от руки всех его врагов и от руки Шаула. То есть ровно то же самое, та же самая идея, которая начинает в 18-й Псалом, там, значит, в 22-й главе второй книги пророка Шмуля приводится. Полный сравнительный анализ этих двух текстов, где 51 пасук там и 51 пасук здесь, конечно, слишком сложно. Это очень-очень неблагодарное и сложное дело, потому что комментариев очень мало. Вроде как получается, что очень похожие тексты, но все время какие-то мелкие различия, мелкие детали. Я, конечно, не смогу и не буду заниматься подробным анализом, сравнением этих двух текстов, но по всей видимости, благодаря тому, что нам просто необходимо, но мы будем вынуждены сравнить два пасука последних, 51 пасуку пророка Шмуля и 51 в нашем Псалме. И сейчас я вам напомню, почему мы будем вынуждены это сделать. Благодаря этому сравнению двух последних пасуков в этих текстах, мы кое-что по поводу вообще этого сравнительного анализа сможем с вами понять. Сейчас я открою этот наш с вами текст, и мы его с вами с Божьей помощью увидим. Вот мы его с вами видим. Значит, на секундочку, это не то, это уже у меня дальше, видите, третий пасук 19-го Псалма, давайте на секундочку вернемся вот сюда. Что у нас здесь имеет место быть? Значит, я обращаю ваше внимание, здесь, правда, немножко мелко. Мы с вами читали, Магдиль, увеличивающий Ешиот Малко спасения царя своего, как Мальвим здесь объясняет, благодаря тому, из-за того, что Давид восхвалял Бога, из-за этого его спасения становились все более великими. То есть, чем более Давид восхвалял Хворца, тем из более страшных, казалось бы, безвыходных положений, в том числе и прежде всего, во время войн, которые Давид вел, дворец его спасал. То есть, даже уже не в связи с тем, что Давид делает, не в связи с тем, что Давид делает, не в связи с тем, что Давид благодарит. Не Творца, а просто потому, что вот он такой важный человек, узловая личность, от которой расходятся исключительно важные связи по всей истории нашего народа, это вот то, что здесь написано. Я переключаю вас, оп, на книгу пророка Шмуэль. Обратите внимание, Шмуэль, Бет, вторая книга, 22 глава, Нун-Али, 51 стих. А у нас тут, да, Тиэлим, 18-й Псалом, 51 стих. Значит, что тут происходит? У пророка Шмуэль практически то же самое. То есть, все вот это вот, абсолютно одинаково, кроме первого слова. Мы читаем здесь не Магдиль, а Мигдоль. В принципе, я так обмолвился, слово «башня» произнес в конце прошлого занятия. Это нехороший перевод, потому что слово «мигдоль» с вавом, и слово «мигдаль» без этого вава, то есть «мигдаль» без этого вава, в смысле «башня», «мигдаль», «бавель», например, «вавилонская башня», это все-таки разные слова. Конечно, они происходят от слова «гадоль», «большой». «Мигдаль», «башня», она происходит от слова «гадоль» в смысле того, что это «большой дом». Это понятно, это однокоренные слова, а все-таки слово «мигдоль» – это что-то другое. Так какая же все-таки разница? И почему мы обязаны это сравнивать? Почему, например, два предыдущих пасука? Пожалуйста. Видите? Паророк Шмуль говорит, «Аль кен одыха ашем», поэтому я возблагодарю тебя, Бог, богоем среди народов, улишим хазамер, и имя твое буду воспевать. Так? А здесь написано «Аль кен одыха» – богоемаш. Не то, что я тебя благодарю, Всевышний, среди народов. А видите ли, в псалмах написано «среди народов сначала, а Всевышний потом». Вот какая разница. Почему мы не сравниваем 50-е пасуки, а сравниваем обязательно 51-е? Очень просто. Напоминаю вам, что этот пасук мы произносим постоянно в молитве Беркат Амазон. То есть в самом конце молитвы Беркат Амазон установлен вот этот вот пасук. После трапезы мечтаем. И когда у нас с вами праздники и субботы, обычай читать, как у пророка Шмуля, мигдоль через ваф. А когда у нас будние дни, обычай читать макдиль через юд. Как? В псалмах. В чем дело? Какая разница? На данный момент у меня есть два объяснения этого дела. Первое объяснение я подчеркнул в комментариях к Сидуру, написанных Раби Давидом Абудрагамом. Раби Давид Абудрагам – это выдающийся, средневековый, очень древний комментатор святых текстов, который учился у Рабина Якова Бенашера, Рабина Якова Балатурима. Это решоним, эпоха первых мудрецов. Очень давно он жил. И он говорит такую вещь, что в обычные будние дни мы читаем как бы более скромный вариант. Макдиль, увеличивающий спасение для своего царя. То есть они еще не велики, это еще не великое спасение, не величина спасения. Оно увеличивается. То есть в будние дни идет как бы процесс. Но когда мы говорим про праздники, говорим словом мигдоль, это слово, ну как его объясняет здесь комментатор, например, Равин Альшулер, это, собственно, и есть слово гадула, величие. Мигдоль в данном случае – это вот слово гадоль, большой, в смысле величие. Бытие большим. То есть этот мигдоль, ешиот, то, что мы читаем в праздники, в шаббатах, в бирхат Амазон, в праздничной трапезной молитве, это именно уже великое спасение, уже произошедшее, уже случившееся. То есть в праздники, в субботы мы как бы находимся уже в состоянии исправленного мира, когда все спасения уже произошли. И мигдоль, ешиот, да, величие спасений уже достигнуто у царя, у Давида, да, у Машеиха. В Уни, мы говорим о том, что процесс исправления идет, всевышний Магдиль, он возвеличивает постепенно это самое спасение. Это первое объяснение, это классика, а Вудраам, замечательное объяснение, добавляет к этому дающийся ровен и комментатор, который, правда, в наших уроках крайне редко упоминается. Дело в том, что в определенных деталях, скажем так, мировоззренческих, религиозно-политических, этот великий раввин придерживался весьма специфических взглядов, которые не были поддержаны, прямо скажем, эти взгляды не были поддержаны большинством ортодоксальных раввинов во время. Я имею в виду раввина Абрама, как Акуена Кука, раввина Кука, который был великим теоретиком сионистского движения, но при этом он был гениальный знаток Торы и знаток именно текстов святых, в смысле их интерпретации. И он говорит очень интересную вещь в комментариях к Сидуру тоже, что поскольку у пророков, вообще у книг пророков, книги пророка Шму или в частности, более высокая святость, чем у Писаний, вы знаете, что у нас в Танах состоит Тора, Ту-Вим, Ту-Вим, Тора, пророков и Писаний, и святость книг пророков, в частности, книги пророка Шмуля, выше, чем святость Писаний, а Писаний, кто видит, там находятся псалмы, как вы понимаете. Из-за этого здесь читается вот этот вот Мигдоль, величие спасений, а в псалмах более скромно Магди. То есть вот этот Ваб, он как бы урезанный, вместо Вава есть Ют, более скромный вариант. Так или иначе, так мы объясняем, или как-то по-другому мы объясняем. В любом случае мы получаем очень важную идею, что вот этот вот пасук, один из завершающих, один из важнейших для молитвы Биракат Амазон, в связи с тем, что это совершенно отдельный, очень интересный разговор, это совершенно отдельная тема, что вообще молитва Биракат Амазон имеет совершенно непосредственное, прямое отношение к этой мессианской теме. Потому что оказывается, то, что мы с вами кушаем, потребляем материальную пищу, и в особенности, когда речь идет про хлеб, когда мы едим хлеб, и именно из-за того, что мы едим хлеб, как вы понимаете, произносится молитва Биракат Амазон. Это все имеет отношение к истории человечества, потому что, как мы с вами знаем, история хлеба начинается именно с первого греха, и постепенная процедура исправления первого греха, это в том числе процедура исправления хлеба насущного, потому что, как вы помните, в самом начале, когда Бог наказывал Адама, и сказал ему, «Ахальта, это сапасаде, ты будешь кушать траву поля». Адам заплакал и сказал Богу, что я и моя скотина будем питаться одинаково. И тогда Творец успокоил Адама, во всяком случае, минимально, скажем так, постарался его успокоить, сказав, что в поте настрей своих, прямой перевод, в поте лица своего, как мы переводим, ты будешь кушать хлеб. Вот этот лехем, который там появляется, хлеб, это некое утешение для Адама, и с тех самых пор хлеб является неким утешением во время исправления первого греха, элементом, утешительным элементом, связанным с исправлением первого греха на всю историю человечества. Как вы понимаете, растягивается процесс этого исправления. Ну и в том числе, вот когда мы после хлеба произносим «Алиту Верхотамазон», она приходит вот к этому самому пасуку, к этой самой идее, к возвеличиванию спасений для царя, для Машииха. То есть к мессианской идее, как, как вы понимаете, прекрасной идеей как раз спасения спасения от скверны зла первого греха. Ну так, чтобы было понятно, еще обращаю ваше внимание на то, что вот здесь мем ют мем макдиль ешот молко, то, что мы с вами читаем, да, возвеличивающие спасения, ну или величие спасения, здесь та же самая, как вы понимаете, картина мем ют мем, что пророка Шмуэлят, что у псалма, у псалмов, то есть одинаковая совершенно ситуация, получается слово маим, слово вода, да, очень важное слово, очень принципиальное, как вы понимаете, означающее качество хэсет, милость Творца, и после этого сразу написано, хэсет, делающий милость своего машину, то есть тут всякие внутренние намеки, что вот это величие спасения, увеличение спасения, это, собственно, внедрение мем ют мэм, маим, воды, живительной стихии, стихии милости, внедрение ее в мир, вот, и тогда, соответственно, этот хэсет, эта милость, она делается уже лим-ши-хо для Маши-ха, для Давида и его потомства вовеки. В общем, конечно, это огромная тема, связанная с вообще ролью нашего питания и окончательного спасения, потому как, как вы понимаете, борьба человека с материей, борьба за то, чтобы материя освещалась, наполнялась божественным светом, наполнялась духовным содержанием, это и есть, собственно, борьба за исправление первого греха, но это отдельный и очень долгий разговор. Так вот, этого, ну, чтобы мы с вами просто понимали, параллельные тексты в конце второй книги пророка Шмуля в 22 главе и в 18-м псалме 51 пасук с мелкими различиями. Все время что-то немножко отличается. Следующий псалом, 19-й, наконец, мы его с вами начинаем после этой огромной работы на 18-м псалмом, не такой большой, но очень-очень известный. Я напоминаю вам, что этот псалом на цехм из Морли Давид, значит, для дирижера, для руководителя хора, Мизмор Ледовид, псалом Давида, как мы с вами же неоднократно говорили, когда написано Мизмор сначала, а Ледовид потом, это в псалмах означает, что сначала Давид садился писать, садился работать, а вдохновение приходило к нему позже. Знаете, это один известный композитор говорит, не будь помянут во время нашего урока, что нечего ждать, хотел сказать, милости от природы, нет, это сказал не композитор, это сказал Мичулин, как вы помните, вот, нечего ждать, вдохновение, говорил композитор, надо садиться и работать, я вдохновение приходил. Так вот, тогда, когда царь Давид тоже, естественно, будучи композитором только Леавдельм и Абдуллес разделить тысячу, сотями, тысячи разделений этого композитора от того, потому что наш-то царь Давид был высококошерный композитор, в отличие от того, которого я сейчас упомянул. Короче говоря, сначала Мизмор, это означает, что Давид, пользуясь этим советом, садился работать, а потом Ле Давид, к Давиду приходило вдохновение, а тогда, когда наоборот, Ле Давид, а потом Мизмор, тоже бывает, Ле Давид, Мизмор, это означает, что он не собирался, может даже ничего писать, но вдруг приходило вдохновение, и он начинал. Сначала Ле Давид, к Давиду приходило вдохновение, потом он начинал писать, это все мы с вами. Говорили, короче говоря, этот псалм, который вы сейчас тут же узнаете, 19-й, а Шамаем, небеса, Месаприм, рассказывает, квод, эль, славу Бога, умасе ядав, и дело рук его, магид, а ракия повествует свод. Очень известная фраза, с этого начинается набор субботних и праздничных псалмов, уважаемые друзья. Напоминаю вам, что каждую субботу и праздник, когда мы приходим в синагогу, в псуке-газимре, мы читаем вот этот псалм Давида, в самом начале набора этих псалмов, псалмы там не по номерам, потому что, например, следующий псалм, который Бешаной, это 34-й будет, после 19-го, 34-й, там все очень в разбивку, там специфический очень набор, связанный с нуждами субботы и праздников, как правильно воспевать Творца именно в это время, в субботы и праздники, но, тем не менее, этот текст, конечно, очень-очень вам хорошо знаком, вы его постоянно встречаете, читаете, вы его хорошо знаете, и сейчас еще хорошо бы понять, о чем эта песня, о чем этот текст повествует. Ну, сразу я вам открою Мальмима, который, уже видите, на эти слова, на цех, Мизмоле Давид, на эти слова, которые просто означают начало псалма, вроде как не должны объясняться, уже дает комментарий, в котором рассказывает немножко об общей структуре этого псалма. И ваэрн говорит, объясняется, потому что слава Всевышнего открывается во в мире, аль-идей с помощью шней махазот двух видений. Ну, махазе это еще и видение, видение, то есть двумя способами открывается божественная слава в этом мире, аль-идей аулам с помощью мира ашербара, значит, который он создал, на сегею бедераха керавейду, который мы будем постигать дорогой исследования и всматривания. То есть первый способ открытия славы Творца в этом мире это научный способ, способ изучения мироздания. Как вы прекрасно знаете, люди, которые представляют этот способ, то есть люди науки, они как раз и разделяются по этому принципу. Есть большой отряд ученых, которые отвергают божественное происхождение мира, и поэтому изучая мир, они не видят за этим миром великого создателя, Творца этого мира. И есть также очень большая группа ученых, которые являются религиозными людьми и изучают этот мир, видя за ним, за этим миром божественную руку. То есть Мальмем, конечно же, уповает на то, что мы с вами относимся ко второй части, ко второму подвиду представителей науки научного мира, который таки да, видит за этим процессом хакера, процессом исследований Творца. В принципе, здесь есть некая малюсенькая провокация такая со стороны Мальбива, потому что есть посол Иова, Иов сказал, найдет ли исследователь Бога. То есть в Танахе имеется сомнение на этот счет. То есть Танахе задается вопрос на эту тему, а может ли человек, который вперился своими глазами, всеми четырьмя, если еще другие очки специальные для чтения, то и шестью глазами, вперился в природу, в систему мира, в физику, в химию, может ли этот человек найти Бога. По всей видимости, Иов хочет сказать, что если человек да, не нашел его с начала, то есть еще до того, как он начал заниматься своей научно-исследовательской деятельностью, он Бога не знал, то, скорее всего, изнутри научно-исследовательской деятельности он Бога не найдет. Во всяком случае, есть большие сомнения на эту тему у Иова. Найдет ли он. Амебу какую-нибудь очередную он зафиксирует. Как какие-нибудь макрофаги какие-нибудь там, значит, оживают и умирают. Это он, да, увидит. Молекулу будет изучать, разбираться в ней, напишет вот такую толстую диссертацию, вот, как говорил Аркадий Сальхич Райкин, но Бога из этих молекул скорее всего он не увидит. Во всяком случае, это весьма непростой коленц. Но если он уже его имеет, Бога, если он уже с Богом на связи, этот человек, еще до того, как он занимается исследовательской работой, то, конечно же, благодаря тому, что он является, допустим, с детства верующим человеком, он в этой самой хакере, в этом исследовании, таки, да, будет обнаруживать, как говорит здесь Мальмин, Кводашем, величие Творца. Это первый способ. Виалиде и последствием Атор, конечно, с помощью Тора. Второй способ. На Сегею Бадера Ханавуа мы будем постигать это дело, слава Всевышнего, с помощью пророчества. Здесь видите хакера, исследование, а тут Невуа, пророчество. Это, как вы понимаете, ровно противоположная вещь. Когда человек ничего не знает и лезет, или когда ему просто дают. Он никуда не лезет, ему просто дают знание, пророчество. Виалфаааилокит и откровение божества. Виаваиры будет объяснено, что ешиторон, что есть преимущество легилуй каводо у открытия святости славы Всевышнего, мециюто, его реальность, святошка хато и его слежение за миром. Умасе яда и его деяние рук алидеа тора с помощью тора. То есть второй способ открытия Бога с помощью традиции, с помощью пророчества имеет преимущество меаль айюн да мехкар над всматриваемым исследованием. То есть способ пророческий, пророческий, традиционный способ, религиозный способ поиска Бога имеет над научным шишайняним шесть вещей, шесть преимуществ. Оказывается, это все был комментарий на первые три слова Ламнацех, Мизмор, Ледовид. Где это написано в этих словах? Конечно, в этих словах ничего такого не написано, но Мальвим предваряет нам этот девятнадцатый псалом, который будет говорить действительно о том, как внутри творения раскрывается божественность. Ну, это очевидный факт. То есть если мы с вами посмотрим на следующие же слова, которые мы только с вами прочли, что небеса рассказывают, вот он, этот самый квот Эль, да, слава Богу, то есть божественную славу рассказывают небеса, и деяние его рук повествует свод, о деянии его повествует свод, все очень известные, замечательные слова, они нам уже попадались в Талмуде, и я, может быть, сейчас опять рискну напомнить вам этот отрывок Талмуда, который мало кто понимает как следует, и в котором мы уже с вами один раз заблудились, очень сложный, очень важный, основополагающий, конечно, для понимания взаимоотношений человека и Бога, для понимания самого творения, вообще место в Талмуде, в трактате «Кто был на пятом листе», но понять его, конечно, мягко говоря, тяжело, сейчас я вам напомню, но тем не менее, с самой фразой понятно, что небеса рассказывают, свод повествует, фраза эта, знаменитейшая фраза, которую мы с вами произносим опять-таки, как было сказано выше, каждую субботу, каждый праздник, очень сложно сформулировано, и как вот это удивительно происходит, что мы с вами никогда, когда это читаем в синагоге, не обращаем внимания на детали и тонкости этой формулировки, смотрите, что происходит, небеса, сначала стоит слово небеса, рассказывают, нормальная формулировка, нормальный порядок, небеса рассказывают, кывод эль, славу Бога, нормальный порядок слов в предложении, без перестановки, без так называемой инверсии, и дальше, надо было сказать, наверное, так же, можно было сказать так же, без перестановки, а ракия, свод, магит, рассказывают, массы, дело, я дав руку, то есть, вот свод и рассказывают, должны быть сначала, как небеса рассказывают, так и свод повествует, так нет же, сначала написано, ума сэ я дав, и дело его рук, магит, а ракия, рассказывает свод, ну вот почему, что заставило царя Давиду вот именно так это выставить, то есть, видите ли, когда речь идет про небеса, которые рассказывают о кывод эль, о славе Бога, обращая ваше внимание на то имя, которое здесь используется, это имя Алифламет, кель, означающее качество хэса, здесь есть такие, знаете, намеки специфические, последние две буквы этого выражения, кывод эль, слава Бога, они, значит, в слово даль, даль и ламет складываются, а именно бедняк, кывод эль, в данном случае это очень бедная слава творца, хотя, конечно же, это великая слава, по сравнению с человеческой, там даже не о чем говорить, но по сравнению с истиной, высшей славой творца, которая не касается материальному мира, это очень бедная слава, то есть это на уровне материального мира есть гораздо более высокий вещь, у Всевышнего есть другая слава, более высокая, скажем так, вот, и это сформулировано в правильном порядке, а вот не про славу творца, а про его деяние рук, то есть про фактическое творение сказано наоборот, деяние рук в начале, а то, что о нем рассказывает свод, сказано в конце, значит, ну, здесь есть огромный комментарий, я, конечно, вам целиком читать не буду, вот это все, просто море, да, я быстренько вам покажу, значит, просто, о чем вообще идет разговор, он говорит, что вот это Ашамаем небеса, это Коля Громима Ашамаем, все кости небесные, такое выражение, кости небесные, знаете, общетеоритическая такая формулировка, означает всю структуру космоса, все, что есть, он говорит, да, Ашер Баулам, которая в мире Агалгалим, Галгалим, это вот эти небесные тела, то есть, Шамаем в данном случае это вообще все, а Ракия, свод, во второй части послуха, это не все небо вообще-то, весь космос, а это та кромка, под которой находится обитаемая для людей и животных пространство, ну, то есть, атмосфера, вот, то место у нас на земле, где есть воздух, где есть атмосфера, то есть, Ракия, это ограничение вот этой вот местности, где есть атмосфера, где могут существовать, да, то, что говорил, Рауи Линишмат подходит, подходит для дыхания, коль балихаем всех животных, вот, и это вот две вещи, и он говорит, что Ешевдель, также есть разница, Бейн Кавод Ашем между славой и Творцем, Кумаса Иудам и деяниями его рук, естественно, потому что Кавод слава, это Мицад Шиу Борек коль бришит, со стороны того, что он все вообще создал, Буу Сибад, Коля Невраима, он является причиной, первопричиной всех творений, это вообще дает ему славу, он говорит, и это Безе, Исапру Ашамай, и об этой славе вообще, обо всем, что творец сделал, рассказывают небеса, об этом написано здесь, Ашама им небеса рассказывают об этой славе Творца, который создал мир, Шеколь Аруэш, всякий, кто видит, Абиньяна, Агадоль Азе, это великое строение, и вот эти миород, эти светила, он, естественно, восторгается, значит, величием Творца его Всесилия, Митебе Халатова, Хахмато, его мощью и его мудростью, но мы не сможем узнать из этого Шегу, что творец, Адаин Осек Бабри, что он до сих пор этим вообще занимается, то есть, то, что он создал, в принципе, один раз, это здорово, и это дает ему великую славу, но из этого совершенно не следует, что он нас не бросил, а откуда следует, что он нас не бросил, это узнается Минаракия, благодаря своду, то есть, благодаря тому, что происходит внутри этого пространства, где есть атмосфера, где можно дышать, что вот эти вот Мефлеи Аматар, всякие чудеса, связанные с дождем, Ашгаха, и слежением Всевышнего за этим миром, то есть, мы благодаря тому, что вот здесь происходит у нас, в нашем мире, мы узнаем, что творец продолжает этим миром заниматься, и поэтому это Маасеедак, Маасеедак, это дело его рук, то есть, то, что вот прямо сейчас происходит, ну и тут уже Мальбим цитирует это место в Талмуде, оно у меня тут совершенно случайно открыто уже, решил перед уроком его открыть это место в Талмуде, вот он этот, видите, пятый лист в трактате «Кто вот», который мы уже с вами видели, я напоминаю вам эту исключительно непростую, по-настоящему, можно сказать, загадочную историю, которое здесь написано, Дараш, может, можно увеличить немножко, о, отлично, увеличилось, Дараш прокомментировал Баркапар, Баркапар, один из Танаим последнего поколения, один из наших выдающихся законодателей, он такую вещь прокомментировал, «Гдолим велики маасе садиким деяния праведников йотер более мимасе шамай варас чем деяния небес и земли». То есть, то, что делают люди, праведные люди, это, видите ли, более великое дело, чем сотворение мира. Ну, видели мы с вами все это уже и пытались это понять. «Илуба маасе шамай варас про небеса и землю» написано «Ав яди яз да эрэц также моя рука обосновала небеса в имени типха шамай и правая моя установила небо». Землю эрэц основала землю, я сказал небеса, оговорился, «И правая моя установила небеса». То есть, тут написано в этом пасуке, понимаете, что, видите ли, это вот про Кайшая усказано, одной рукой сделано. Яди одна. «А вылуба маасе дым дела шельца диким праведникам». Про дела праведника написано «Махон шевле шифтыха», значит, «обиталище для твоего сидения», просто торок, «Пальто Ашем сделал ты Всевышний», «Мигдаш Ашем», святыню Бога, «Канэну» установили «Я-де-ха», «руки твои». Мы с вами уже один раз это все не поняли, мы уже с вами уже спрашивали. Две руки. Еще раз. Сотворение мира сделано, так сказать, одной рукой. Нельзя сказать одной левой, потому что здесь написано одной правой. Но одной рукой. А видите ли, храм построен двумя руками. Но почему храм называется деянием праведников, если здесь написано про руки Всевышнего? Мигдаш Ашем Канану Йодеха, это про кого сказано, что установили руки твои? Чьи руки-то? О ком, говорит Мошар Абейн? Понятно, что про творца. Почему это дела праведников? Ну, автоматически, понятно, потому что они строили храм. Но здесь же это называется деяниями Бога. Получается какая-то очень странная ситуация, что из того пасука, где сказано, что храм был построен как бы двумя руками творца, с двух сторон оба качества, и качество милости, и качество суда, и правая и левая сторона участвовали. Из-за этого получается, что это более великое вещь, чем сотворение мира, которое было сделано одной рукой. Как одной рукой? Это тоже мы уже один раз не помним. Сотворение мира сделано одной рукой. А Раши, а Медраши, вообще, что происходит? Написано, что, конечно, Всевышний хотел создать мир с помощью Медат-1, качества суда. Но потом, поскольку мир, как пишет Раши, как приводится везде, в Медраше написано, мир не может устоять перед Божественным судом, так он добавил туда качество милосердия. То есть все-таки ни одной рукой, значит, и слева, и справа. В общем, тут разобраться очень тяжело, нужно это очень серьезно изучать, с мистическими комментариями, с каббалистическими, это очень сложное место в Талмуде. Но откуда вообще берется наш Псалом, вот откуда. Значит, Гейшиев Бавлееха ответил Вавилонянин один. Мы уже один раз с вами не поняли. Причем тут то, что это один Вавилонянин. Тем более, что это Варабихия Шмош, это сам самолично, Варабихия, ученик Рэби, выдающийся законодатель, современник вот этого же самого Баркапара, который сейчас выступает. Он, значит, отвечает этому Баркапаре Рабихия, говорит, что-то у тебя там не складывается с твоей идеей, что сотворение мира сделано одной рукой, а храм сделан двумя, и поэтому дела праведников более велики, чем сотворение мира. Что-то у тебя не получается. Почему здесь вдруг написано, что он Бавлееха, Бавилонянин найдит? С какой радостью вообще здесь упомянуто, шон Бавилонянин? Ну, я как-то там это объяснял, приводил вам комментарии, отдельный совершенно разговор, В другом псалме написано, что сушу руки его создали. Две. Пожалуйста, сотворение мира и две руки, а не одна. Ну, Геморг говорит, ядокти, рука его написана. То есть, не ядов надо читать, не две его руки, а яду, одна его рука надо читать. Деактивно написано, яцару создали, руки его создали, амаравнахмонбарис, 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 яцару идботав, создали пальцы его. То есть, это одна рука, но пять пальцев. Какие пять пальцев, понимаете? с мистической стороны пять пальцев творца это или хамеш гурот, пять сил со стороны суда, или хамеш хасадив, или пять сил со стороны милости. Известнейшие мистические вещи, с этого начинается книга Зоварда, очень известная вещь. Так вот, они создали не две руки, все-таки одна. Как написано, когда я увижу небеса твои, деяния твоих пальцев. То есть, в принципе, написано, что они созданы пальцами небеса. То есть, эти силы упомянуты. Ну и вопрос из нашего пасуха. Ашамай в небеса рассказывает Квот Кель, значит, славу Богу, у Маасея Дав одела его рук, рук его обеих Магида, Ракия, рассказывает свод. И тут уже, как Малим это объясняет у нас, и как Десгемора это пишет, оказывается, наш пасух, как надо понимать. Гахи Камар, так сказано. Маасе Едея, дело рук, шель цадиким, праведник, мимагид, кто рассказывает, Ракия, свод. Свод небесный рассказывает про дела праведника. У Майнигу, и что это такое? Что это за дела праведника? Это, оказывается, витили Матар. Это, оказывается, дождь. Что это было? Ну, давайте разберемся. Значит, вернемся в пасуг и разберемся, что хотел сказать ему. здесь написано, что небеса рассказывают про славу Творца, повествуют они, так, и с этим вроде все ясно, а вот Маасе Едея, дело его рук, получается, что он создавал мир двумя руками. Нет, это не простворение мира, говорит он. Это про то, что праведники, про которых сказано две руки, не одна, они создают великое дело, которое называется дождь. То есть они молятся о дожде, молятся о том, что благо Творца спускается в этот мир. Магина Ракея рассказывает об этом своду, потому что с этого свода таки капает. То есть оттуда идет дождь. может быть в связи с этим понимается структура пасука, перестановка слов. Сейчас скажу вещь сложную. Давайте попытаемся мы в нее вдуматься, но это очень любопытная идея, связанная с тем, что мы сейчас в Толмуде видим. Значит, вот эта первая часть пасука, она реально говорит про Бога, про Всевышнего. Поэтому Ашама, мы понимаем, небеса, а небеса прямо рассказывают к водке славу Творца. То есть выносится в начало небеса, в которой рассказывают все по порядку. Человек смотрит на небо, вдумывается в эти бесконечные глубины космоса и эти глубины космоса рассказывают ему о славе Творца. То есть сначала появляется взгляд в глубины, сначала небеса, а потом рассказ. Теперь но Маасея Дав это то, что не нуждается в том, где я не его рук, где я не его рук, не нуждается в том, чтобы кто-то в это выглядывался. Человек выходит на улицу, никуда не смотрит, ничем не озабочен, он вообще не думает про славу Творца. он идет на работу и вдруг он начинает заливать. Как Талмунд говорит, здесь говорится в деянии его рук это дождь, который вымаливают править. Идет человек по дороге, вообще ни о чем таком не думает, вдруг его заливать. То есть Маасея, в деянии его рук, оно стоит в начале фразы, потому что речь идет не про какие-то там абстрактные для нас вещи, связанные с сотворением всей Вселенной, а про совершенно конкретный дождь, который льет на голову. И вот он, он первичен. И вот тогда, когда он на тебя уже вылился или льется, вот ты уже понимаешь, что эти деяния рук Всевышнего, то есть этот дождь, это магида раки, это рассказывает свод. То есть этот свод, система с дождем, она рассказывает об этих самых делах, рассказывает о том, как праведники молятся, то есть не углубленный взгляд на свод небесный рождает мысли о дожде, а дождь рождает мысли о своде. Поэтому тут вот переставлены эти вещи. Ну и сейчас я вас озадачу. Третий стих, третий посух 19-го псалма говорит знаменитую фразу, все это знаменитое, мы с вами читаем каждую субботу. Йом ле йом день за днем высказывает омер, омер в данном случае как слово, как высказывать, совершает высказывание, выговаривает высказывание. Что это такое, будем сейчас разбираться. так, вэлайла, ле лайла, и ночь, для ночи, ночь с ночью, йихаве, да, излагают знания. Но это уже совсем сложный посух, в котором очень много мистических моментов. Видите ли, когда общаются друг с другом один день и другой день, они общаются друг с другом, один день и другой день и общаются друг с другом. Одна ночь и другая ночь общаются друг с другом, они не общаются. Ночь общается с днем и день общается с ночью. Как это так? День другому дню выговаривает какое-то там слово божественное, передает какую-то информацию. То есть что? светлые части суток, сегодняшняя светлая часть суток имеет какое-то сообщение с завтрашней, именно светлой частью суток, а именно темная лайла имеет сообщение с завтрашней ночью. Ну, в этом подробно мы уже будем разбираться с Божей помощью в следующий раз. Но так, в принципе, вопрос здесь имеет место быть. Теперь Ябия и Яхаве. довольно редкие глаголы. Ябия это действительно произносить и довольно редко употребляемое слово в Танахе. Яхаве тоже доносить мысль, высказывать тоже редко употребляется. в Талмуде слово махаве, арамейское слово, похожее на это, довольно часто появляется. Только видите ли, соотношение между двумя днями, оно связано с каким-то словом, странным омер, высказывает. А сообщение двух ночей друг с другом связано с качеством дат, которое, как мы с вами прекрасно понимаем, имеет совершенно определенную конкретную трактовку еврейской традиции, что такое дат. Ну, а задача я сейчас не этим остаюсь, буквально две минуты, я вам кое-что покажу в Мальвии. Мальвии совершенно неожиданно говорит, что Мишлашадварим из трех вещей мы сможем выяснить и понять, что Фулат Апуэль действие какого-то человека или инстанции какой-то, которая действует. Оно делается специально, а не случайно. То есть из трех вещей мы можем понять, что вещь делается кем-то не по случайности, а специально. Во-первых, Мицада Рибуй со стороны множества вещей, множества повторений, потому что Микре случайность, она много раз не повторяется. Во-вторых, Али, Бет, Гимон, Мицада Хохмана, со стороны великой мудрости, которая делается эта вещь. Случайность редко бывает снабжена великой мудростью. И Мицада Атахлида со стороны цели, потому что случайность лотифне она обычно не поворачивается никакой определенной цели. Мы обязательно сюда вернемся, мы об этом еще будем говорить, но чем я вас озадачу, вот что. Шиим ефне аль тахлид, что если она повернется к какой-то цели, она уже не называется случайностью. То есть, когда некий процесс имеет определенную цель, этот процесс уже не следует называть случайностью. И где же это сказано? Хмошек Амар Кользей как сказал все это? А философ! Вот эту свежую мысль о том, что целенаправленные процессы не могут быть случайными, объяснил известный философ. Бесефер Ашама Мамар Бет во второй части. Кто же этот философ? А это одна известная личность по имени Аристотель, греческий философ. А вот это Сефера Ашама, Сефера Ашама Ативи, это древнее еврейское название знаменитого труда Аристотеля физика. Вы знаете, именно Аристотель ввел в обиход этот чудесный термин физика. Так вот, его учение о природе, состоясь из восьми частей, в общем-то, более-менее кошерное, потому что в седьмой и восьмой части он как раз рассуждает о необходимом существовании вечного и бесконечного перводвигателя, основы всего Бога. Вдруг этот труд всплывает в комментарии Матери. Зачем? Как нам к этому относиться? Причем вообще тут Аристотель? Это немножко отдельный разговор из Божьей помощи, мы уже продолжим после Йемкипура. Всем вам, дорогие и уважаемые, конечно же, прекрасного завершения приговора, прекрасного исхода суда в Йемкипур, чтобы мы с вами хорошо попастились, все сделали как положено. Я уже сегодня разместил объявление на эту тему на сайте общины, если кто хочет сделать пожертвование или приобрести какие-то там алиот, выходы к Торе или какие-то другие. важные моменты, то тогда, конечно же, пишите, будем с вами на связи, всего вам самого лучшего, прекрасного вам года, до свидания.